Заокеанские законодатели озаботились безопасностью интернета. 23 сентября 2019 года независимое военное обозрение. Заокеанские законодатели озаботились безопасностью интернета. Графика представители министерств доложили о принимаемых мирах по защите всемирной паутины в Палате представителей Конгресса США. Состоялись совместные слушания с повесткой дня Роль правительства США в обеспечении безопасности национальной архитектуры интернет. В обсуждении этого вопроса, состоявшегося 10 сентября, приняли участие члены Подкомитета по разведке, чрезвычайным угрозам и оборонному потенциалу. Амперсант Амперсант Прочуоп Комитета ПВС КВС Палаты представителей Конгресса США и Подкомитета по национальной безопасности ПНБ Комитета по надзору и государственной реформе Амперсант КНГР Это же Палата американского парламента. С основными докладами по рассматриваемому вопросу перед законодателями выступили заместитель помощника министра обороны по кибернетической политике Эдвин Уилсон. Эдвин Уилсон и помощник главы Министерства внутренней безопасности МВБ. Начальник управления кибербезопасностью Джанет Манфра Джанет Манфра О защите интернета и каналов связи в Министерстве торговли, МТ. Членам подкомитетов рассказала помощник министра торговли, главный администратор МТ Диана Ринальда На заседании председатель ПНБ Стафан Линч Стивен Линч Сказал, на сегодняшнем слушании мы узнаем, как федеральные министерства и ведомства проводят совместное мероприятие по защите критичных объектов инфраструктуры, от которых зависит функционирование интернета и телекоммуникационных систем США. Он подчеркнул, что непрерывный и безопасный доступ к всемирной паутине очень важен для повседневной жизни Америки в 21 веке. Сложность решения этой задачи обуславливается еще и тем, что большая часть элементов национальной телекоммуникационной инфраструктуры, таких как волоконно-оптические кабели, центры обработки и хранения данных и узлы обмена интернет-трафиком являются собственностью частных компаний. По словам председателя ПНБ, проблема, с которой сегодня столкнулись США, заключается в том, что общая ответственность приводит к тому, что конкретной ответственности никто не несет. Как подчеркнул Линч, в докладе аппарата директора национальной разведки США «Оценка глобальных угроз», опубликованном в 2019 году, было указано, что спецслужбы конкурентов США уже весьма активно занимаются определением уязвимых мест федеральных энергетических компаний, избирательной системы, национальных и частных линий передачи данных и финансовых сетей. По его словам, Китай, Россия, Иран и Северная Корея все в более широких масштабах используют кибернетические операции для получения необходимой им информации, распространения ложных данных и вывода из строя важнейших элементов национальной инфраструктуры. Директор управления национальной разведки Дэн Каутс в свое время, отмечал, что Россия занимается составлением карт критических объектов федеральной инфраструктуры с целью нанесения им в долгосрочной перспективе значительного ущерба. В многочисленных открытых докладах, опубликованных в последние годы Пентагоном и другими ведомствами США, говорится о возрастании внимания военных структур иностранных государств к подводным кабелям, что вызывает определенную озабоченность соответствующих инстанций, поскольку таким образом конкуренты Америки могут пытаться найти пути вывода из строя этого важнейшего компонента национальной инфраструктуры. О роли ему в защите объектов всемирной паутины, используемых Пентагоном, присутствующим на заседании сообщил заместитель помощника министра обороны по кибернетической политике Эдвин Уилсон. Он подчеркнул, что в стратегии национальной обороны и в кибернетической стратегии Масказана об утрате континентальной частью США статуса священной, недоступной для атак врагов территории. Стратегические противники Америки проводят кибернетические атаки, направленные на ликвидацию превосходства ее ВС и нанесение ущерба важнейшим объектам национальной инфраструктуры. Уилсон обратил внимание участников слушаний на длящиеся многие годы силовое соперничество Китая и России с Америкой. Пекин и Москва постоянно проводят атаки на киберпространство страны. Эти акции не превышают порога вооруженного конфликта, но создают значительную угрозу безопасности США, их союзников и партнеров. Он сказал и о том, что операции ВС в кибернетическом домене должны сочетаться с действиями войск в физических доменах, то есть в воздухе, на земле, в воде и в космосе. Параллельно с принятием мер по организации обороны, до проведения противником наступательных действий в киберпространстве ему работает со своими партнерами в направлении по повышению живучести сетей систем связи, обеспечивающих поддержание военного превосходства США на современном этапе и в перспективе. До настоящего времени действия Пентагона были сосредоточены на усилении кибернетической защищенности систем и средств вооружения и принадлежащих ему сетей связи. Однако появление новых угроз и усиление провокационных действий основных противников США в этом домене показало уязвимость ВС, лежащую за пределами информационных сетей. Слабая защищенность наиболее важных объектов инфраструктуры ему от кибератак может позволить главным конкурентам Америки нарушить функционирование системы управления войсками, проведение банковских и финансовых операций, а также остановить работу транспортного и энергетического секторов и средств связи различного назначения. В связи с этим одним из приоритетных направлений деятельности Пентагона в соответствии с кибернетической стратегией является проведение мероприятий по поддержке усилий федерального правительства, направленных на защиту важнейших составляющих национальной инфраструктуры. Подводные кабели являются важнейшим элементом, позволяющим ВС решать свои задачи в любой точке планеты. Пентагон арендует участных фирм-каналы этой системы передачи данных с 1980 года. Управление информационных систем МО, Defense Information Systems Agency, постоянно работает с объединенными командованиями, министерствами видов ВС и самостоятельными управлениями МО, чтобы обеспечить их каналами связи, необходимыми для решения функциональных задач. Компьютеры и сетевые технологии обеспечивают превосходство ВС США при введении боевых действий, позволяя подразделениям объединенных сил достигать информационных преимуществ, наносить удары с отдаленных дистанций и осуществлять глобальное управление войсками, но более 90% взаимосвязанных сетей в кибернетическом домене принадлежат частному сектору. А основной частью объектов национальной телекоммуникационной инфраструктуры владеют коммерческие компании. Помощница министра внутренней безопасности Джанет Мэнфрара сказала конгрессменам о мероприятиях, проводимых МВБ совместно с Федеральным агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры АКЗИ, которое было создано в конце 2018 года по приказу президента как самостоятельная структура, но функционирующая под контролем этого министерства. В мае 2018 года МВБ опубликовала стратегию кибербезопасности, определяющую его деятельность в этой области на ближайшие пять лет. А в сентябре того же года была утверждена национальная кибернетическая стратегия. АКЗИ отвечает за оказание помощи подразделениям, обеспечивающим защиту гражданских сетей федерального правительства, а также соответствующим структурам правительств штатов, органов территориального управления и частного сектора. Сегодня кибернетические угрозы остаются одним из важнейших стратегических рисков Америки в таких областях, как национальная безопасность, экономическое процветание, здравоохранение и благополучие граждан. В докладе Национального центра по контрразведке и безопасности под названием «Иностранный экономический шпионаж в киберпространстве», опубликованном в 2018 году, говорится, что Китай, Россия и Иран будут оставаться агрессивными и обладающими широкими возможностями государствами, занимающимися похищением важной экономической информации и технологий США, особенно в киберпространстве. МВБ и МОТЕСНЫ сотрудничают в области снижения уязвимости киберпространства и обеспечения требуемого уровня его защищенности от внешних угроз. Почти год назад ведомства подписали соглашение, в котором были указаны зоны ответственности и сформулированы их задачи по защите континентальной части США и критичных объектов инфраструктуры от кибернетических атак. Каждая из министерств имеет свои зоны ответственности и решаемые задачи. МОТЕСНЫЙ ЗАДАЧИТ МОТЕСНЫЙ ЗАДАЧИТ МОТЕСНЫЙ ЗАДАЧИТ Однако все эти изменения привели к росту таких угроз, как отслеживание мест пребывания абонентов, прерывание мобильной связи, вмешательство в банковские операции, идентификация контактирующих субъектов и похищение их персональных данных, а также характеристик взаимодействующих объектов, предоставляемых услуг и другой, не подлежащие разглашению информации. В 2017 году специалисты Министерства внутренней безопасности и управления директора национальной разведки в координации с соответствующими структурами частного сектора провели исследование с целью определения уязвимости подводных кабелей, станции их выхода на поверхность земли, и повышение устойчивости этих средств передачи данных к внешним воздействиям. По подводным кабелям передается более 97% всей электронной информации, и их выход из строя может привести к необратимым последствиям для национальной безопасности и экономики США. Корректное функционирование службы выдачи доменных имен является критически важным для сетей, подключенных к интернету, и для всемирной паутины в целом. Если атакуемый хост получает из DNS с фальсифицированную злоумышленниками информацию, то из него будут отправляться данные на подложный IP, и хакеры получат возможность перехвата трафика. Владимир Иванов, обозреватель независимого военного обозрения, право на данный материал принадлежат независимое военное обозрение, материал размещен правообладателем в открытом доступе.